друзья всем привет со мной приключилась очень неприятная история связана с мошенничеством и я бы хотела с вами поделиться ею чтобы вы не попадали в такую ситуацию это касается в особенности всех пользователей онлайн банкинга сбербанк и приложений и вообще пользователей карт сбербанк мне поступил вечером звонок и с неизвестного номера городского и прозвучал голос электронный записанный робот о том что здравствуйте олеся александровна вас приветствует сбербанк российской федерации после этого был звонок был гудок соединения с оператором со мной общался молодой человек официально практически ничем не отличающийся голос от специалиста менеджера сбербанка он поприветствовал меня и скажет сказал что это служба безопасности и что с моей карты только что пытались и санкт-петербурга снять некую сумму такой-то такой-то человек задал несколько уточняющих вопросов очень быстро влилась мне в доверие я здесь же сразу начала в чем-то сомневаться включила на громкую связь мой телефон и рядом со мной сидела моя подруга мы очень падки так раньше были так сказать на мошенников поэтому всегда очень осторожно к этому относимся и очень много уже случаев переживали поэтому уже сразу же что-то обе мы почувствовали что что-то не так через какое-то время мы с ним поговорили сейчас точно не помню потому что весь разговор вообще длился около 40 минут в общей сложности поэтому начало как мы вышли на то что мне на мой мобильный телефон пришла смс-ка внимание от банка то есть это был реальный номер 900 я увидела что с этого номера мне сегодня в течение дня приходили смс от банка какие-то информационные переводе денег и так далее в общем все как обычно и у меня не оставалось никаких сомнений о том что это действительно служба безопасности они предложили мне восстановить сейчас срочно заблокировать карту мне пришло сообщи мне пришло сообщение о том что ваша карта находится в стадии блокировки мне предложили сообщить этот код естественно я его сообщила меня просто очень тонко психологически обрабатывал специалист который разог разговаривал со мной исключительно как специалист сбербанка то есть прям построенными выученными фразами и я в какой-то момент то сомневалась то не сомневалась но старалась быть осторожной он предложил мне манипуляции то есть по блокировке моей карты а соответственно чтобы восстановить все мои деньги то есть он мне сообщил о том что с моей карты был перевод в 3000 рублей и что сейчас эти деньги списались моего счета но они замороженные в архиве банка поэтому он сейчас их вернет для этого нужно проделать несколько манипуляций он стал задавать мне вопросы и рассказывать все мои личные данные после чего у меня точно отпали сообщили все сомнения что это мошенники он меня стал озвучивать номер моего паспорта адрес проживания причем он стал сообщать какие суммы у меня находится на каком вкладе с точности до копеек и все это звучало как подтверждение после чего он запросил у меня чтобы продолжить операцию по возврату денег мое кодовое слово после этого он предложил мне какую-то систему что сейчас со всех вкладов он спишет деньги на мою карту дебетовую чтобы эти вклады закрыть и создать новую ячейку в которую поступит мне возврат снятый мошенниками все эти манипуляции происходили очень долго около 30 минут он возвращался ко мне я ожидала на линии где были гудки потом он возвращался извинялся за задержку что он сейчас получает запрос от специалиста после того как все мои я прям с ним онлайн переводила со своих вкладов деньги на мою электронную карту и каждый раз задумывалась о том что ну вот я делаю перевод но вроде на свою карту проблем никаких нету когда со всех моих вкладов было переведено около двухста с чем-то тысяч рублей на мою электронную карту он прогнал мне какую-то чушь о том что сейчас у нас значит менеджера который сохранит эту ячейку и сделает новую ячейку куда переведет всю эту сумму чтобы я потом уже раскидала ее на вновь созданные какие-то вклады все это звучит кажется глупо но все это было озвучено более профессиональным языком чем я сейчас озвучиваю и в тот момент когда он не назначил менеджера после еще нескольких минут ожидания ее звали эльвира владимировна денисова он напомнил мне о том что это мой личный персональный менеджер и сейчас она создать для меня ячейку тот момент когда я должна он он видел то есть он видел как я нахожусь в онлайн банкинг своего приложения и он полностью видел мои манипуляции в один момент когда я почувствовала какую-то угрозу я решила быстро сделать перевод всех своих средств на карту моего папы чтобы на всякий случай они ничего не сняли они увидели этот перевод моментально попытку перевода и меня остановили сказали ни в коем случае не делайте потому что этот перевод будет рассчитан как мошенничество и приписан к этому всему делу поэтому сейчас нельзя с карты не делать никакие переводы я с этим согласилась после чего мы продолжили операцию и все мои средства почти 300 тысяч рублей на моей карты то есть позакрывали все вклады он предложил перевести на карту моего личного менеджера и в этот момент у меня возник сразу же ступор я поняла что это развод и весь этот момент рядом со мной была подруга и мы параллельно то есть моя подруга параллельно слышал весь разговор на громкую связь а также записывая видео как я с ним разговариваю пробивала в интернете номер телефона по нему реально выпадал сбербанк и самое интересное что звонок после этого когда у нас сорвался случайно звонок мне поступил снова звонок от с номера официального номера сбербанка это 500 там что-то 5550 официальный номер сбербанком и тем не менее несмотря на то что это был официальный номер сбербанка когда он говорит введите номер карты эльвира владимировна и совершите перевод я в этот момент его спросила я говорю с какой стати я буду какой-то эльвире переводить деньги он начал меня о чем-то уговаривать тут видимо у него тоже наступило какое-то волнение я говорю давайте переводите меня на сбербанк то есть на службу сбербанка докажите мне что это действительно сбербанк он мне говорит окей без проблем я ожидала перевода меня перевели на специалиста который тоже представился менеджером сбербанка я им озвучила ситуацию что сейчас вот это происходит подтвердите он начал подтверждать я опять засомневалась и сказала хорошо я сейчас перезвоню в свой банк самостоятельно они пытались меня остановить сказали что если я сейчас закрошу закрою эту сессию то карту будет невозможно установить а также средства украденные мошенниками из санкт-петербурга здесь я конечно уже настоял на своем я сбросила телефонный звонок и сразу же позвонила в сбербанк по линии 800 там меня соответственно поприветствовал менеджер я объяснила ситуацию на что мне сразу же менеджер сказал я перевожу вас на службу мошенничество меня соединили с девушкой которая сразу же сказала мне что это мошенники чтобы я заблокировал телефон и срочно сейчас же они заблокировали мою карту до потери моих 300 тысяч рублей были считанные просто секунды но видимо какое-то чутье все-таки мне помогло и спасло я девушка не глупая и честно вам скажу это было просто нереально круто сделанная штуковина и как они это спланировали просто невероятно они знали обо мне всю информацию мои паспортные данные мой адрес проживания прописки мое кодовое слово и все дела то есть все счета мои точные суммы вплоть до копейки сколько чего у меня находится и честно говоря это было очень страшно девушка мне сразу же заблокировала карту сказала что полностью нужно делать мало того что перевыпуск а полностью все перезапускать потому что слишком много информации знали мошенники обо мне и конечно же обратиться в полицию с заявлением я знаю что наша полиция не будет заниматься этими заявлениями тем более что все-таки меня бог уберег и я не перевела эти средства я не знаю стоит обращаться в полицию с этим или нет возможно это лишняя трата при наших ситуациях в стране как у нас со всем этим разбираются но ситуация очень страшная и самое главное еще один момент который вы должны наверное услышать это то что в момент когда я разговаривала уже с настоящим менеджером сбербанка когда я сама лично позвонила в сбербанк со своего номера в этот момент мне дозванивали снова эти мошенники с этого же сбербанк номера то есть это был реальный номер официальный сбербанка и у меня было около 10-15 пропущенных вызовов и когда я разговаривал с девушкой говорю девушка они мне звонят прям с вашего же номера она мне говорила не отвечаете положите трубку я с таким сталкиваюсь впервые в жизни это очень страшно и я думаю что какой-нибудь например наш родитель или пожилой человек или более слабый психически в какой-то момент находящийся человек легко просто легко поверил потому что технология и то что они придумали это реально ну просто я не знаю какой-то супер супер план который реально работает вот так что я надеюсь что моя история вам поможет уберечь себя и свои финансы будьте бдительными зашлите эту информацию своим друзьям и я желаю вам никогда не попадать в такие ситуации а также не попадать в такие ситуации вашим близким и родным обнимаю ваша лося так и так и Субтитры создавал DimaTorzok